ВОЕННАЯ ПОМОЩЬ Военная помощь режима Лукашенко будет считаться вторжением. Российская военная помощь режиму Лукашенко в Белоруссии будет считаться вооруженным вторжением, сказал в понедельник министр иностранных дел Литвы Линас Линкевичус, нет никаких причин для военной поддержки со стороны России и никаких правовых или иных оснований для этого. Это будет являться вторжением в страну и уничтожит последние следы ее независимости. Россия очень сильно рискует, если сделает это перед лицом того, что происходит в Белоруссии, перед лицом массовой поддержки. Она должна понять, что вторжение не будет оправдано ни юридически, ни морально, ни политически, добавил он. Лукашенко обвиняет в протестах в стране некие внешние силы и надеется на помощь Путина, который, по словам Лукашенко, при первом запросе поможет Белоруссии в случае внешних угроз. Я думаю, что здесь Лукашенко ошибается. Путин, как вы тоже понимаете, российские военные находятся в рядах подавления. Якобы это белорусские ряды. Я думаю, что нет. Но здесь мы не можем спорить, не можем выяснять, потому что это дело недоказуемое. А здесь я высказываю уже свое личное мнение. Таня Карацуба сеет бурхан. И накануне в Белоруссии, как вы знаете, друзья, произошли массовые акции. Сейчас немножко все стихает. Сейчас акции действительно, после того, как Лукашенко въехал в страну, акции стали более-менее мирными. Исчез с улиц мордобой. Исчезли с улицы. Это просто обычные убийства, которые происходили на глазах у всего народа. Народ запугивали этими самыми убийствами. В Минске на демонстрацию вышли, как считают специалисты, 220 тысяч людей. Лукашенко также пытался организовать акции в свою поддержку. По данным белорусских источников, на митинг в его поддержку он мог собрать около 30 тысяч человек. В основном бюджетников, привезенных в Минск из разных регионов на автобусах. Правозащитники и журналисты сообщают, что во время протестов пропало в Белоруссии 92 человека. И власти скрывают количество погибших. Да, друзья, судя по тем кадрам, которые мы все с вами видели в Ютьюбе и на других пространствах, то мы можем сказать, что, возможно, количество погибших гораздо большее. Что солдаты или кто там ОМОН называемый, но я называю их черными солдатами, это просто какие-то металлические солдаты, они зверствовали. По всей стране были задержаны и арестованы около 10 тысяч человек. Несколько дней их родственники и близкие пытались получить у них хоть какую-то информацию. многие не найдены до сих пор. В настоящее время ищут по стране 92 человека. Это тех, кто знает, кто кого-то знает, кто пропал, да, о ком, может быть, родственники кричат. А есть же и те, которых не знают, пропали они или нет. Где они, эти люди? О том, что могут пропадать друзья девушки во время таких демонстраций, да, здесь уже будьте мамочки белорусские, внимательны к своим девчонкам. Да, им хочется идти на митинги бастовать, но если их схватили и в тюрьму, многих выпустят, да, но не всех. А некоторых оставят, как это было, когда оставляли для майдановцев, для усложгения похоти солдат майдановцев. И здесь все будет точно так же. Все повторяется. Ничто не изменилось, друзья. Поэтому будьте осторожны, когда отпускаете своих девчонок на Майдан. И еще раз говорю, что точное число погибших вряд ли вообще когда-либо будет извещено и опубликовано. Думаю, что никогда. Какая бы власть ни была, кто бы ни приходил, ни менялся, никогда не озвучат те цифры, которые на самом деле, которые погибли, парни в тюрьмах замучены, запытаны, об этом никто не говорит и не скажет. Вся документация будет уничтожена. То, что касается пропавших девчонок, их можно будет искать в казармах у тех солдат, которые готовятся к следующим выходам, пока они сидят по своим казармам закрытые. Поэтому вот уж как-то вы сами там определяетесь, где вам искать девчонок или мальчишек. Вот в казармах или в тюрьмах. Не нашли в тюрьмах? Ищите в казармах, друзья. Потому что, ну, некоторые, конечно, умерли, а некоторые под пытками сексуальными или еще какими-то будут находиться в казармах. Это обычное шариковское явление. Это обычное явление, когда солдафоны занимаются тем, чем они и мечтали заниматься всю свою жизнь. Это вот такими утехами. Поэтому будьте внимательны, друзья, к тому, что происходит, и ищите, ищите своих родственников, ищите своих знакомых и друзей. Не оставляйте, не оставляйте, не думайте, что вот где-то он там в тюрьме сидит и скоро его выпустят. Я так понимаю, что Лукашенко, когда приехал, он постарался выпустить всех. И именно только приезд Лукашенко повлиял на то, что выпустили всех из тюрем. Ждали его указа. Вот когда он приехал, он и объявил, что всех нужно выпустить. В зверствах, конечно, отчасти, может быть, и Лукашенко виноват. Но, друзья, его не было в стране. И за те несколько дней, я думаю, что произошло то, о чем он и не подозревал. Выпустили на просторы городов солдат, металлических солдат, и накачали их психотропным новым веществом, которое я называю зверин. Но тот самый зверин, он все время мутирует, трансформируется, улучшается, создаются новые побочные явления. И это, мое мнение, Тани Карацуба, Сеидбурхан. Без этого препарата О-Зверин металлические солдаты не били бы, не избивали бы так толпу и не убивали бы. Они реально убивали народ. Будьте внимательны к себе, друзья, и к своим детям. Ищите, не останавливайтесь. Я Таня Карацуба, Сеидбурхан.